добрый день уважаемые зрители канала ТВ Маэстро здравствуйте мои драгоценные подписчики ну что я хочу вам сказать гнут нас гнут нет у меня прямых эфиров Савеловский вокзал записи значит видосики значит будем снимать не знаю почему там кэш почистил все это все процедуры выполнил ничего не получается сверяйте время наши знаменитые часы под часами назначена встреча друзья подпишитесь на канал поддержите лайками комментариями подпиской соответственно ну и не знаю куда заведет меня сегодня нелегкая так конечно неудобно общаться формат особо видосы однообразные они не приносят удовольствие зрителю особо а вот общение прямых эфиров нам как бы было гораздо приятнее интереснее собирали мы в среднем по 500 зрителей за вечер но сейчас этого не происходит пытаемся выходить из положения значит пока съемочка сейчас пойдем посмотрим поздороваемся с ребятами напоминаю друзьям случайно зашедшим случайно видящим в рекомендациях данное видео канал занимается проблемой бездомных в россии по статистике от четырех с половиной до двадцати миллионов бездомных в россии и вот им надо сначала помочь прежде чем лезть в другие государства со своими правилами я так считаю вот но бог им всем судья канал без политики косвенно я коснулся только данной проблемы но и больше не буду об этом говорить всем приветики дорогие мои и пойдем посмотрим поищем погодка сегодня безоблачная сухая и солнечная но морозец в районе трех четырех градусов как бы не совсем не сказать что тепло не сказать что весна но всех с 1 марта поздравляю с уступающей весной все-таки она не за горами я думаю скоро она придется так или иначе так тут кто у нас славик ара о нихуяся какие люди пачку сигарет не могу могу купить тебе несколько сигарет не купить отдать не братан я сегодня пустоватый так скажем дарвара не братан губы серара гулять ар опять короче это сань есть серьезный разговор вот они ой юрка трезвый российский метану не видел телефон продать нечего да будешь продавать телефон тебе да я рассказал одно берете 0707 осколка отбор что его продать пакеты разные было но он не заряжено ничего у меня батарея есть не проедешь по песне будем двоем бить кому убирать сразу культы маша не знаешь как тут происходит я я опять на прогулку курить не то я курю крапиву нет в задом копию засушу где-то зимой крапиву у мамки ромашка наверно есть горло полосит ромашка и аптечную мальков паспорта все у меня опять от кого славки что радио как сам как сало килограмм науча соображаете денег нету бедняжечка не пожалуешь не поедешь санки ты не смазал денег нет чуть-чуть на два сантиметра пониже вон того забора блять и денег у тебя нету я все время занят я вот у меня съемки хожу брожу сегодня сегодня я тоже без жилья хостел наверно пойду что серьезный разговор не знаю наверху или на низу какой-нибудь хостел стоит от 280 и выше если каждый день дорого 400 450 если по 10 по 10 дней там по 10 по моему дни но где-то тогда тогда у тебя телефон точно пропадет 3 месяца научился накопил я вообще ни хрена не понимаю в этой жизни ну ладно этот придет буханет 2-3 дня ну недельку если бабки есть если где-то отломит кусок да домой а ты чего приехал я приехал ну как не даст я ты попросил я если плен если совсем в дугу был да твое право все равно юр знаешь где будет так или иначе он рано или поздно со дня на день он уйдет нахуй этот телефон телефон я тебе отвечаю блять нет сколько их было ю миллионы бабушка простит бабушка добрый нет она мне сейчас уже и то там гордюры то получил зарплату нет а киргизм по 500 рублей раздавал ну да ну я пьяный был серьезный разговор ну ты говорил да отчет за нее платить на данных за камер хранения на ставиловском вокзале камер хранения 100 рублей стоит в день или или не не в день я не помню трезвый трезвый самое главное самое главное трезвый ну а это а я причем что сумка твоя но привезешь что его сваривают куда ты ее денешь куда землю закопаешь а тут как сильный жёг весь прихожил постирал когда стирал не видел постирал смотрю что перья не вырезали попрожег все я не узнаю что я свое утро москва такая вот москва ребят хуизна бедолаги стоят приходил вчера этот человек который ты может не помнишь ни хрена я тебе говорю что если у тебя ликвидный паспорт если все нормально там можно на два на три дня устроиться на работу там работа не бей лежачего заработать каких там пять семь тысяч рублей ну это надо с ним обсуждать но там единственное условие что ты должен быть трезвым а я каждый день прихожу никак никак тебя не застанут про сумку ты мне говорил уже дня дней пять назад ты представляешь там сколько бабла набежала за за эту сумку если и вообще там менты не раздербанивать скажут давно человек не приходит камера хранения в этом во внуково аэропорт внуково ну ты представляешь что там как бы не будет она стоять просто так столько долго без это без спроса без оплаты это во первых во вторых сейчас поедешь туда сколько доехать рублей 200 надо обратно 200 за сумку заплатить и куда ты ее привезешь надо же обо всем думать как наперед на можно конечно ее бросить там где-то под платформой но это знаешь сам то что там до вечера нихуя от нее не останется от этой сумки зелененькая чане уже меня там крутят наводку ахахаха враги блять ох и враги прямые эфиры у меня отключили можно попросить вон идет я братка сердце я тебя не снимаю ты мне говорил не снимать можно у тебя спрошу сейчас снимать из-за этого получаешь какой-то проболь ну если честно ну с монетизацией ютуба конечно зарабатываю как обычно как все регистрируется снимаю ролики выкладываю и за то что реклама в роликах идет за это капают копеечки сейчас вот москве короче путин отключил прямые эфиры нет прямых эфиров на натуре вот вчера интернет осмотрел именно в московской области россия отправила на украину 150 тысяч человек каждый месяц я не знаю я сам сейчас сегодняшнего дня я как птица в полете на 5 работа правда у меня есть а так опять хостовый хуёстовый дастань рубль и и спутник сейчас вот если им дам на бутылку на хостел у меня вечером уже не будет и спутник покажет какая монета у меня в руке находится спутник 400 километров да и она в руке осьминог осьминог наш Валера Валера Дян ну а мамка тебе что не дала на бутылку утром первого сигарета позавчера сигаретку дала с этими словами с учением что не курить блять брощите понятно покурил чайку два дня а покушать ты дала кашки какой-нибудь хоть эту там немного но у меня запасы были свои там какие откуда у тебя запасы что у тебя тушенка с армии осталось что ли американские а с америки вон на кого работаешь гнида блять сорок пятого года после немцев еще а трофейная то да ладно это трофейная я думал на америкосов работаешь разницу не путай ворованная и трофейная да 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 разница неба и земля мне кажется один хуй что так отнял что так отнял только поверни его или бог или фаш разница разница не выспался да да телевизор кончил заряжать а у тебя негде поставить так чтоб рядом не сидеть с ним а к этому сапожнику нет не ставят он да про миллион нет александр николаевич александр валерий александр валерий александр валерий если поставить ему будку дать гуталину и две щетки немножко унять налоговую инспекцию и разрешение получить хуй с этими налогами а кто будет чистить обувь все в кроссовках все в кроссовках Олег он же себя говорит да ну ладно все в кроссовках молодежь кроссовка мужикам за 40 в ботинках хуй все в кроссах какие жители они сошли хуалет почистил здравствуйте а что там родная что там что случилось а что у нас юркин знакомый у него тоже как меня ограбливал тот пацана я ее там встретил туда отнес постирался помылся блять что за хуйня рабочий дом вот мне в рабочем доме нет блять здесь угостил угостил тоже как я блять здесь особый денег не много у меня наличие было по карточке еще телефон и сумка была все ушло да говорили говорили за тебя я видел тебя ты тут куролесил пьянющий блять пожалуйста вот так говорите как только открыл люди собрали Савеловский вокзал это так пробку только сидим с юркой это юрист это значит роман юрист это рамист который шатайся да вот еще один подарок я тебе приглядел он дорого стоит себе приглядел подарок себе да ладно я то обойдусь да нет буду богатеть все равно ну да разбогатеем да трезвые мысли у тебя бегут возможности сейчас осень мало ара я сам не знаю что делать но сейчас я у меня сейчас тоже такое психологическое состояние не осень сейчас я приду в себя и что-то будем думать решать не 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 ничего страшного она сама открылась или не 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 так ну для начала хватит граждане вот такая обстановка у нас в Москве на Савеловске спасибо за просмотр поставьте лайкосики напишите комментарий в поддержку канала И ваше мнение обо всем происходящем